Казахстан 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 Здравствуйте, уважаемые друзья! На ваших экранах начинается турнир Али Алеева, второй день 41-й турнир И посмотрите, какой огромный зал Сзади вас видно Очень красивое место выбралось нам для съемок Все видно И вот теперь, смотрите, победитель турнира А Расул Расулов потеряет 2 балла Посмотрим, судья, сколько дал Да, 3 балла дал И выигрывает Пока что первый период Посмотрите, первый период, минута 44 прошло Залимхам Парангаев Треть Три балла берет он Для вас комментирует Рамазан Рабаданов в студии утро 2 И я думаю, дорогие друзья От этой кассеты вы получите потрясающее удовольствие Потому что приехали очень хорошие борцы Все наконец-то спрашивают Где, где, какие хорошие Кто появляет Вот это появившиеся Вот перед вами Вот Расул Расулу Красную треку И Залимхам Парангаев И его соперник Из Сибаев Из Головной Сибаев Пример Ни один из этих борцов пока что на чемпионате России Не заняли никакие призовые места Но они здесь в Дагестане известны Им надо прорвать оборону Дагестана В пределе Дагестана И где-то заявить о себе Или на чемпионат Европы Или на турнирах Гран-при Или по крайней мере Одна самая Великая Сборщина Российских борцов Это чемпионат России В этом году В 2010 году Сразу через месяц После Алиевского турнира Он будет проходить 25-26-27 июня В городе Волгограде Во дворце спорта профсоюзов Вот Многие туда хотят Поэтому этот Алиевский турнир Из-за того что сейчас Некоторые борцы перевесили свои веса Они сбрасывать два раза не хотят И на Алиевский сбрасывать свой вес И на чемпионат России Поэтому некоторые боятся Что с весом своим не справиться Не стали выступать на Алиевском турнире Хотя Желание Вот смотрите Уже зрители Собираются Запускают На второй этаж только пускают На первый этаж только пускают У кого есть пригласительные Специальные пригласительные билеты Вот На первых этажах Вот очень такой удобный Как в Иране Вот такой же дворец спорта У нас построили Наконец-то Уважаемые друзья Бесплатно Ни рубля Не дал Мы из своего кармана Из дагестанского Россия Федеральный центр Построили для нас Вот такой дал Но мечтали Наконец-то Получили Такой дворец спорта Он находится на территории Каспийска Буквально Там 500 метров 400 метров От края Каспийска Находится Жилищные 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 Домов Расул Расул Красным трикот Залимхом Парангаев Синим трикот Медлайн Буквально Залимхом Парангаев Вот представляете, всего лишь неделю назад Расул Расулу был вторым, он проиграл в финале Гаджиеву, а Парангаев Залимхан был третьим на южном федеральном округе города Пятигорска. 14-16 мая он проходил. Следующий поединок. Камал Маликом в красном трико, Гаджиев Закир в синим трико. Вот красный Камал Малико известный и очень сильный. А Закир Гаджиев, сейчас посмотрим какой он. Он справа, за ту сторону от нас ушел. Два бала дает, еще бала красный пока выигрывает. Так что, уважаемые друзья, которые перед вами отборолись первая пара, Расул Расулов и Парангаев Залимхан вряд ли остановились после южного федерального округа. Тем более, опять попались между собой в одном турнире и друг против друга. Вот так борцы бывают, уважаемые друзья. Постоянно встречаются, выигрывают, проигрывают, но тем не менее, очень хорошо изучают друг друга. Камал Малико выиграл. Вторая пара. Третья пара, то есть. Вот этот парень обратил внимание на этого очень сильно. В красном трико это кабардинец Анюар Гедуев. Его соперник Ашраф Алиев. Посмотрите, какая быстрота у этого парня Анюар Гедуев. Я на него обратил внимание на чемпионат России. На чемпионат России в Казани в прошлом, в этом году он тоже туда собирается. Он занял третье место. Третье место занял и Теймрад Фриев тоже. Первое место занимает действующий чемпион чемпионат России Денис Царбуш. Второе место Александр Гастеев из Осетии. Вот азербайджанец Ашраф Алиев. Вот азербайджанец Ашраф Алиев. Вот азербайджанец Ашраф Алиев. И вот соперник Лёвкий Чувуев из Владикавказа. Также ждёт своей республики. Вот это да. Супер боится. Он ищет себя покажет. Анюар Гедуев. На камере. Вы победу не решили, кому аргендуете. Замедлений повтор. Резуану Зоор. В красном трико. Арсен Чалаев. Из Динамо. Напоминаю, вы смотрите в свою категорию 74 килограмма. Эту свою категорию особо буду отмечать, потому что здесь вот-вот должны появиться лидеры. Некоторые ведущие лидеры в этой категории отсутствуют. И здесь мы увидим новых звёзд. Аля Али Алиевский 41 турнир, который проходит в новом дворце спорта, может нам подарить новых звёзд. Поэтому ждём. И специально именно этот весь снят в высоком качестве. О, там, кажется, следит. Посмотрите за красным. Магомед Иса Гаджи. Вот он секундирует. Резуану Гаджи. Напомню, он красным трико. Синим трико. Арсен Чалаев. Это молодые звёзды. Им ещё надо звёздами стать. Ковёр Б, вы смотрите. Арсен уже ждёт. Заур Резуану, красным трико. Арсен быстрее. Два балла. Вот боковой судья показывает. Уважаемые друзья, так как очень много борцов. В этой весовой категории 25 борцов. Поэтому некоторые схватки укорочены. Предварительные. Арсен Чалаев выиграл. На ваших экранах, уважаемые друзья, обратите внимание на синим трико. Победитель, действующий победитель Аль-Алейского турнира. Цароев. Ислам Цароев. Ингуш. Он приехал из Ингушетии. Его соперник в красном трико. Давид Папаян. Из Армении. Вот он справа сейчас. Арсен. Лидер. Явный фаворит. Арсен, говорю. Ислам Цароев. Который сейчас находится наверху в синим трико. Давид Папаян. Тоже взрослый борец. Вот он. Не знаю. Все. Ислам его держит. Ничего делать не дает. Вытолкнет или нет. Еще взял 2 балла. На последней секунде. Ислам. Тоже укороченная схватка. Только показаны активные моменты. Ислам вытолкнул. Еще балл зарабатывает. Выиграл Ислам Цароев. В 2-х периодах. Рамазан Шамсудинов. В красном трико. И Эмин Азизов. В синем трико. Шамсудинов. Россия. Эмин Азизов. Азербайджан. Эмин Азизов очень сильный. В этом году азербайджанская сборная очень сильная. Много раз мы будем слышать наверняка гимн Азербайджана на земли Дагестана. В этой весовой категории Адиль Гулиев из Азербайджана. Эмин Азизов из Азербайджана. Ашраф Алиев. Три борца в одной весовой категории. Ашраф Азербайджана. Ага, сейчас пытался что-то делать. Рамазан Шамсудинов. Своя категория 74 килограмма. Жребий. К раз ему повезло. Он берет ногу. Посмотрите. Все-таки заступа не было. Поэтому азербайджанец выигрывает. Вот теперь обратите внимание на красного. Это Абдул-Хаким Шапиев. Синемтреку Вадим Хитагуров. Мы его не знаем. Это совсем молодой борец из Осетии. Абдул-Хаким Шапиев на турнире Тиолковского в 2006 году выиграл у Буайсара Сайтиева. Представляете, такую легенду он выиграл. Он выступает за Казахстан. Он гергебельский парень, борец. Очень взрывной. Если не травмирован, его очень тяжело выиграть. Травмоопасный парень. По-своему травмируется. Но если он здоровый, если тренерам удастся подойти к соревнованиям, чтобы подвести его к соревнованиям в хорошей форме физической, он показывает результат всегда. 7 июня, это практически две недели назад, на турнире, в твилийском турнире имени Уахтанга Балавадзе, турнир, золотой гран-при, Абдул-Хаким Шапиев занял третье место. Первое место занял Гударзе из Ирана, Джентри из Канады второе место, Абдул-Хаким Шапиев третье место. Третье место занял и Чехладзе из Украины, Сагирашвили из Грузии и Рамазан Шахин, пятое место. Абдул-Хаким Шапиев выиграл, как мы ожидали. И вот следующая пара. Абдул-Рахману Шамиль в красном трико и в синем трико Грузелак Андрей из Польши. Здесь Абдул-Рахман Шамиль в красном трико. Он более опытный, тем более дагестанец. Такая за плечами школа, дагестанская школа, поэтому, думаю, поляку вряд ли здесь повезет. Ну, ведь запротивляется. Параллельный прием сделал, и судья вынуждены их поднять в стойку. Запомните, уважаемые друзья, это очень сильный парень, Шамиль Абдул-Рахманов. В весовой категории 74 килограмма, 41-й Аля-Алиевский турнир. Ногу взял. Второй тоже, если возьмет, он ему, нет, смотри, поляк тоже хорош. Растянутся такой. Баллельный. Баллельный. Уходит. Баллельный. схватки, уважаемые друзья, поэтому мы смотрим, кто есть, кто появился. Никогда не бывает на отчетных по телевидению или где-то там снятых передачах, чтобы начальные схватки были на кассете. Вы, наши зрители, дагестанские зрители, можете посмотреть на утро 2 именно такие предварительные, очень иногда интересные схватки. Ага, слышали? На ковреце победу отрежал, отрежал Джамал Магомедов. Мы его увидим. Это 96 килограммов мясовой категории. Три ковра, даже после трех ковров очень много места, даже есть возможность 4 ковра сделать на Олеговском турнире и зрителей помещается 5000. Ох, ого, смотри, поляк тоже красавчик. Ну, его вовремя раскусил Шамиль Абдурахманов и взял бал. Амарасхаб поднимает стойку борцов, судья из Дагестана. Амарасхаб Курмагомедов. Зрители. Вообще удобный зал для зрителей. Честно говоря, только о зрителях думали, когда вот это создавали, этот зал. Вот выше этих зрителей. Ой, подождем, что сейчас делает Шамиль. Одна минута остается до конца. Второй период у него один балл. Ну, Шамиль, надо отдыхать, конечно, с этим борцом, не проявлять своих чудес борцовского мастерства, потому что ему могут встретиться очень сильные борцы. я уже вам показывал, Ислама Цыроева. Ну, надо знать, что вот, который промелкнул, Аню Аргедуев. И очень сильный борец здесь есть, который везде показывал себя хорошо, выступающий за Армению, Мусамур Цызалеев. Активнее, ребята, говорят, активнее показывает свою борьбу судья. О, очень силен физически Шамиль. Шамиль Абдурахманов, красный трико. Все, он время тянет, потому что он выигрывает, много сил, энергии не хочет тратить. И выигрывает. Прошел дальше. Это предварительные схватки, дорогие друзья. Предварительные схватки. Потом будет 1-8 финал. Уважаемые друзья, посмотрите, что получилось. В красном трико Маркасян Сурен из Армении. И в синем трико Адиль Гулиев. Вот он вышел. Здесь будет борьба на ярость, рубка мощная. Никто не захочет. Армян очень сильный, взрослый. Вот. Это как очень много народу есть. Когда встречаются их представители, друг друга не хотят проигрывать. Личный тренер Армен Марцаразиан. Его достижения. Участник Олимпийских игр. Второе место среди молодежи чемпионов мира 3-го года. Первое место среди молодежи в 2004-го года. Многозравший чемпион Армении. Победитель турнира Фаркетяна. Я понимаю, увольнение борцов. Адиль Гулиев, Азербайджан. Места живы в Баку. Личный тренер Магландид Мамедов. Адиль. Его достижения в 2006-й год. В 2000-й годе и тениска на чемпионате Азербайджана. Старый борец Адиль Гулиев. Но таких титулов у него нет. Единственный титул на чемпионат Азербайджана третий место занял в 2000-м году. Десять лет назад. Ну, сегодня, конечно, ему предстоит упорная схватка. Эта схватка больше, чем чемпионат мира ему. И больше, чем Олимпиада. Красный Армения, синий Азербайджан. Один балл даже не хотят отдавать борцы. Кажется, Адиль хочет взять балл. Он близок к баллу. Сурель не сдается. Смотрите. Стал. Не дал еще балл. Жалко, мы сейчас не видим. Есть балл. Есть. Все. Один балл. Синий взял. Один вышел вперед. И на этом завершился первый период. Итак, дорогие друзья. Чуть-чуть побаливает, наверное, колено Сурель. Вот он. Сурель. Из Армении. Очень такой стабильный парень. Не нервничает. Ну, первый период он проиграл. Вот он. Адиль Гулиев. Из Азербайджана выходит на второй период. Сурель. Он участник Олимпийских игр. Чемпион Армении. Победитель турнира Степана Саркзяна. Каждый год бывает в ревале. Ну, все-таки участник Олимпийских игр говорит о многом. Чемпион Армении лучше не у борцов этой весовой категории не 74 килограмма. Ноль-ноль. Второй период. Теперь начали кричать тренеры. Теперь ближе к балу Сурель. Вы слышите армянский и азербайджанский говор. Во втором периоде Сурель ведет. Кажется, второй балл тоже взял. Да, 2-0. Видите, тот армян кричит. С левой стороны грузин скрылся за табло, уезжал обратно. Ему это без разницы. Кто бы из них не выиграл, кто бы не проиграл. Ну, борцам и самим тренерам это не без разницы. А для зрителей дагестанских это удивительный бескомпромиссный бой. Бойцы, борцы, борцы, что-то рискнут бояться. Ну, сейчас выигрывает Сурель. Поэтому Адильу надо что-то делать. Адиль смотрит на табло. Видимо, мало там времени осталось. Он решил не тратить. А, нет, решил и потратить энергию. И чуть не полетел. На последней секунде. Нет, все. 2-0. Период закончился. 1-1 по периодам. И все решится в третьем периоде. Кто выиграет? Борец из Армении или борец из Азербайджана? Смотрите, Сурель подсказывает. Что он интересно говорит? Умри, говорит. Умри, ничего. К балу не давай. Дыши, говорит. Что ты кричит? Что вы второй период проиграли? Итак, третий решающий период. Турнир Али Алиева, 41-й. Тимур Гадисо, судья. День нашего турнира. Турнир Алиев. Ага, Адиль что-то пытается делать. Смотрит на край ковра, но Сурен ушел от края. Вот следующий идет Адиль, лишь вывезет соперника, и Сурен уходит. Тренер Адиль оттуда, Фирдовский кричит, уже голос потерял в самом начале турнира. Ну, в самом начале чего? Вчера один день был уже, 55 килограммов, 66,84 килограммов. Мы уже, наверное, посмотрели, первый участок наших сборников от студии, утро 2, опять... Ой-ой-ой, не, пока ничего. Остается 50 секунд до конца. Смотрите на тренера, смотри, Гердовский. Ой-ой-ой, что он хочет? Какая мощь внутри схватки чувствуется? Какое напряжение? Адиль устал? Адиль Гулиев? Вот это да! Два на два бала кинул Адиль Гулиев, Сурена Маркосяна. Какие довольные азербайджанские тренеры, смотри, улыбки на них, на их лицах появились. Бал дали. На камре в лейке лежал Адиль Гулиев, Азербайджан. Все, дорогие друзья, больше он может не выигрывать ничего. Он уже национальный герой Азербайджана. Остальных проиграет. Пускай проиграет, но уже все. Так, следующая схватка, кто здесь? Гаджи Абдуразаков в красном трико. Посмотрите, дальше он от нас. Спиной к нам в синем трико. Замир Апажев. Опа! Что дал судья? Три балла синему. Ничего себе. Замир выигрывает. Апажев Замир. Все? Время. Первый период он выигрывает. Вот Гаджи Абдуразаков. Первый период проиграл. И Замир Апажев. Не знаю, откуда он. Апажев. Адыгейская фамилия. Уважаемые друзья. И мы снова напоминаем о том, чтобы вы соблюдали культуру поведения на дворце Сборка. Мы будем об этом говорить, но тем не менее, не грызите семечки, не бросайте пустые пикылки под сканейки на трикунах дворца Сборка. Для этого есть специальная вкуса-разбудка, куда вы можете все это красиво назвать. Поддерживайте чистоту в этом храме Сборка. Ну, сейчас Гаджи Абдуразаков чуть-чуть опомнился. Во втором периоде он более осторожно действует. Уважаемые друзья, в этой весовой категории 74 килограмма чемпионат России, я уже вам говорил, первое место занимает Денис Царгуш. И он стал даже вот в Хернинге, в датском городе, ого-го, Гаджи молодец, смотри, как атакует, поднял, поднял, ой-ой-ой, шансов уже не дает, все. Замир Апажев уже потерял ключ к борьбе против Гаджи Абдуразакова. Он стал чемпионом мира, Денис Царгуш, и третье место, присутствующий здесь, уже одну встречу выиграл, Анвар Гедуев. А вот Теймурад Фриев, говорят, болеет, травма у него, плеча или колени, я не знаю, точно не могу сказать, он из Осетии, он третье место занимал. В прошлом году первое место на Али-Алиевском турнире занял Ислан Царуев, второе место был Руслан Валиев, третье место Залимхан Парангаев, и третье место из Украины, Чехладзе. Пятое место Александр Гастеев и Арсен Шалаев. Пятое место. Посмотрим в этом году, кто что возьмет. В прошлом году в Баку был Гран-при 2009 года, а Гран-при очень сильное соревнование, там первое место занял Сослан Тегеев. Здесь его нету. Ирбек Фарнеев занял второе место. И третье место занял Чамсулвараев. Агиль Гулеев тоже занял там третье место. Опять-таки Гея Чехладзе Украины пятое место, Ашраф Алиев пятое место. И тринадцатое место там занял Залимхан Парангаев, 74 килограмма. Пока что... Все, Гаджи выиграл. Красный трико. За мир Апажи проиграл. На ваших экранах Гаджи, Гаджи, Красный трико. И Теймурат Фриев. Знаете, наверное, какие рекордные сроки построены, или было столько, сколько, сколько грязь, и просто неудобно нам за себя. Будьте, пожалуйста, внимательны. Соблюдайте культуру посещения спортивных объектов. Мы надеемся, что всю грязь, которая скопилась у вас, вы знаете, куда ее выбрасывать. Итак, надеемся, что вы не только будете внимательно наблюдать за спортивными поединками, но и будете соблюдать порядок в этом храме спорта. Вот, синий Теймурат Фриев занял третье место в прошлом году на чемпионате России. Теймурат Фриев тоже очень сильный борец. Третье место на чемпионате России занял нелегко. Он молодой и очень взрывной. Это общая перспектива. Из Осетии вообще внезапно, вот, как Александр Гастеев, как вышел, непонятно ниоткуда, что такой сильный. Пятое место на Алиевском турнире, и в финал вышел против Царгуша. Столько борцов оставил позади себя. Александр Гастеев. Его здесь нет. И сейчас тоже говорят в чемпионате России, ой, молодец, Гаджи-Гаджиев, молодец, Гаджи-Гаджиев. Хотя еще схватка не закончена, но тем не менее, этот парень очень силен. Теймурат Фриев из Осетии просто так здесь мух ловит, ни кукуруза охранять не приехал. Посмотрите на этого Гаджи-Гаджиева, красного трикона. Сильный парень. Залимхам Парангаев, синий. Вот он занял третье место на ЮФО. Буквально неделю назад из 64 участников. А Гаджи-Гаджиев, который только что отбрался, был первым. Второе место занял Расул Расулов. А Замир Апажев из Кабардино-Балкарии, там был третьим. Чего за этот поляк? Ты смотри. Про Зазовский. Вот он, красным трикон. Ничего себе. Ох, вот это поляк. Убил телеклинца. Два и один дает. Вот Амарас Хатан сидит, подтвердил решение суды на ковре. Полураненый, вес обмотанный. Запомните, крестьян Бразазовский. Крестьян, крестьян. Или христиан. Чего тебе зовут, как у них там называется? Ну, парень мощный. Ты смотри. Залим Хан взял бал. Два балла. Посмотрел на табло. Чего-то грустный. Сильные соперники. Из Польши приехал. Опа! Взял ногу. Ну, второй период сейчас. Ну-ка. Пытается! Ну, свисток. За это время, раньше времени был. До того, как он кинул. Ну, зритель аплодирует. Спорный момент. Три-два. Счет. Второй период. Четыре-два. Судя правильно. Зря протест подали. Балл сняли за Лим Хана. Ему надо за одну секунду. Два балла взять он не смог. И выигрывает крестьян Бразазовский. Вот вам и подарок из Польши. На дворе вы победу одержал крестьян Бразазовский. Польша. Кто знает. Уважаемые друзья. В Красном Крепу. Самал Майсов. Город Кидельюк. Училище Олимпийского резерва. Занимается вольной борьбой 10 лет. Личный тренер. Магомер Гусейн. Достижение. Обладатель группы Калинин в 2010 году. Уважаемые друзья. В Красном Крепу это Камал Малеков. Синий тренер. Синий тренер. Олимпийский резерва. Олимпийский резерва. Город Мальчик. Занимается вольной борьбой 13 лет. Личный тренер Жакуев. Сейчас очень интересная схватка проходит на соседнем ковре. Но для нас, дорогие друзья, эта схватка имеет решение все. Удастся ли Камалу убрать с пути Анвара Гидеева? Нигра мы никуда не будем снимать. Только эту схватку. Ничья. Кому повезло? Гидееву. Он берет ногу. Судя не гордонеспечен. Все удалось. Опа. Все, есть. Сразу три балла со стойки бросил. И первый вперед выигрывает Анвар Гидеев. На ковре бои победу одержал. Ну все, дорогие друзья. Полностью я не показал эту схватку. Гидеев выиграл. Камал Маликов. Его мы можем увидеть, если Анвар Гидеев выйдет в финал. Иван Арсен Шалаев, Россия. Ислам Зароев, Россия. Город Казбек. Не душите. Занимается бойкой 10 лет. Личный тренер. Еще одна очень интересная схватка. Арсен Шалаев, который за Ура Резванову выиграл. И вот второй Ислам, который выиграл у армяна. Папаян Давида. Действующий чемпион Алялиевского турнира. Помолодец, кроссовщик. Арсен Шалаев. Динамовец. Два пола взял. Арсен. Потерял балл. Ислам взял балл. Два-один счет. Вот эти два гения, гения, Ануар Гедуев и Ислам Цуроев, вообще не хотят бороться. Не ходят на занятия, на тренировки. Между прочим, вот папа, дядя Ислама Цуроева говорит, что если бы он, говорит, как другие тренировался бы, ему бы равных не было. Резь крылька, говорит, просто ради таланта. Просто благодаря своему таланту он выигрывает. Этот турнир. А Гедуев тоже талантливый. Даже, говорит, вот из ихнего кабардинского села старики собрались и сказали, давай, Канюар, ты тренируешься нормально. Все тренеры говорят, ты гений, талантливый парень, почему бы тебе... И вот его заставил. А в Кабардино-Балкарии, дорогие друзья, старших слушают. Даже за стол со взрослыми молодежью не садится. Арсен идет. А, мощная фигура у Арсена. Очень уважительные люди в Кабардино-Балкарии. Вот в Ингушетии ни одного турнира не было. Ничего. Мы не знаем, что за менталитет, как они болеют. Вот 10-20 лет в Ингушетии ничего не происходило. Ни фестиваль, ни турнир по вольной борьбе, ни турнир ни по шашкам, ни по шахматам. Хотя бы стрельбу из лука сделали там, или что-нибудь, жаркое, шашлыков. Что-нибудь надо делать этим Ингушам тоже. Оттуда выходят борцы. Ингуши, они занимаются перевозкой золота, они короли золота в России. Больше ничем не хотят заниматься. И сам берет бал. Ингуш взял один балл в третьем периоде. И вышел вперед. Арсен, что? Ислам посмотрел на табло. Бал у него в запасе есть. Он думает, наверное, мы же тянут. О, уже посмотрите. Турнирной хитрост получил. Он и сдерживает. Не дает ничего делать. Сам сопротивляется. Арсен его бросил на кол... Но не успел накинуться. Ислам встал уже. У меня такое чувство, что Арсен устал. Вторая только схватка. Он выиграл за урок, резваного Заура. Но вторая схватка, он уже, мне кажется, устал. И он притворяется, показывает. Ох, смотрю Ислам! Ну, кизель, он не такой дерзкий парень. 30 секунд остается, он выигрывает. Надо Арсену что-то делать. Он первый период проиграл. Пытался пройти к ногам. Не получилось. Быстро посмотрел. Ослышался только 20 секунд. 15 секунд. Все. Ислам ничего не даст. Когда борец уходит в защиту. Оп, молодец, Арсен, пытался, но до ног не дошел. Все, сирена сейчас будет. Все. Что здесь произошло? А-а-а! Я перепутал, оказывается. 1-1 счет. 1-1 счет. На ковре А победил Ахмед Чакаев. О-о-о! Такая барба у Ахмеда Чакаева. На соседнем ковре. Ислой категории. 55 килограммов. А, не 60 килограммов. Он сейчас 60 килограммов борец. И на ковре Ахмеда Чакаев продолжает борьбу. Арсен взял бал. Ох, как обрадовали зрители. Всегда приятно, когда свой выигрывает. Хотя, честно говоря, и зрители внимательно следят, чтобы гостей не обидели судейством. Это всегда так бывает в Дагестане. Не знаю, какой-нибудь судья, вопреки спортивным правилам поступить. Пускай будет все честно. Вот это, Дагестан, это вообще не земля мои правила. Может быть, там родственники, друзья, близкие там могут выступить. Ой-ой-ой, Арсен пошел. Ну, общая масса зрителей всегда бывает нейтрально. Какие китонические условия применил Ислам, вытолкнув Арсена. Остается сколько? 43 секунды. 45 секунд. На следующем ковре Пекхан Гойгереев, победитель ЮФО. Борит 60 килограммов. А мы смотрим весовой категории 74 килограмма. Самое подробное освещение в Исламе. Ай-яй-яй! Слушай, ну, Арсен, сам качает головой. За 16 секунд до конца потерял балл. И вот это да. Сейчас и сам упрется. Угу, ага. И сам уходит. Все, третий решающий период. Арсен видит, 5 секунд остается там. Что-то делает. Все. Вот это да. Думал, уже выиграл. Победа за нами. Арсен проиграл. Ислам Царое выигрывает эту схватку. Ислам, Россия. Акадырубе приглашаются. Эмин Азизов, Азербайджан. Абдул Хаким и Шапиев, Казахстан. Вот теперь мы посмотрим двух красавчиков. Эмин Азизов, он в красном трико. Абдул Хаким и Шапиев. Вот полосатый синий трико. Абдул Хаким взял ногу. Абдул Хакима трико без названия, без букв. Видимо, на турнирах разрешается не показывать страну происхождения борца. Абдул Хаким и Шапиев. Казах махает. Абдул Хаким. 1-0 по периодам. Абдул Хаким Шапиев пока выигрывает у Амина Азизова. В председатель победы у жмена Юрий Беломовский России. В России. На ковре Аб в красном трико. Магомед Карфим. Магомед Азизов, город Минск. Чемпион Беларуси, победитель международного турнира. Канадрия Александрович. Играет музыка. Абдул-Хаким Шапиев победил Хетагурова Вадима в первой схватке. Сейчас у него вторая схватка, а в первой схватке Эмин Азизов победил Шамсудинов Рамазан. Субтитры создавал DimaTorzok